Новая полиэтиленовая труба ливневого коллектора прослужит больше 50 лет, обещают коммунальщики. В отличие от старой железобетонной, не задерживает песок, потоки воды проходят легче, а на поверхности не остается отложений. Прежняя труба была забита на 60%, прочистить ее не было возможности. В администрации решили, коммуникации нужно полностью менять. С улицы Ленина и прилегающих улиц сюда все будет скапливаться, в эти колодцы перебрасываться туда, на берег, по берегу дальше, уже вычистные заоружения. Прости износа у нее практически нет, это полиэтилен. Он, естественно, в агрессивной среде устойчив ко всем этим, на стирании и прочее. Сейчас работы ведутся на участке в 220 метров по улице Шимановского. Отрезок коммуникаций прилегает к набережной Амура, где сегодня ведутся работы по берегоукреплению. Новый ливневый коллектор станет частью большой системы подземных коммуникаций на намовной территории на берегу Амура, отметили городские власти. Планов много, безусловно. Основное в планах – это строительство очистных сооружений ливневой канализации. Для чего мы сейчас это и делаем? Чтобы у нас ливневые стоки не сбрасывались напрямую в реку, а уже проходили через очистные сооружения ливневой канализации. Работы на участке по улице Шимановского планируют завершить уже в это воскресенье, 14 апреля. Здесь проезжую часть перекрыли лишь частично. Затем с 17 апреля рабочие начнут аналогичные работы на пересечении улиц Кузнечная-Ленина. Правда, на этом участке придется полностью закрыть движение. И уже к 24 апреля, после завершения ремонта, здесь уложат новый асфальт. Денис Сверденко, Иван Сумак, Амурское областное телевидение.